Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Маша, и сегодня у нас просто супер-пупер-мега видео! Короче говоря, у нас сегодня косметика TikTok Girl на обзоре. Я к этому видео готовилась долго, сразу вам говорю, потому что эту косметику просто нереально скупить всю, а я практически всю скупила. И, в общем, давайте начнем, буду рассказывать, что это вообще такое. Я случайно, когда сидела на детском мире, увидела, что продается косметика TikTok. TikTok косметика, понимаете? И линейка называется TikTok Girl. Я начала ее гуглить, нашла ее на разных маркетплейсах и поняла, что в детском мире ассортимент на самом деле так себе. Там не все представлено, а вот на озоне я нашла абсолютно все. Но, если что, имейте в виду, что на детском мире там все намного дешевле, особенно если скидки. И, как видите, некоторые товары мне пришли уже распечатанные, как, например, вот эта пудра-консилер, который вообще почему-то был вот в таком вот состоянии, надеюсь, им никто не пользовался, но он был расклеен и разорванный. Даже есть жидкий хайлайтер, чтобы вы понимали, эта косметика позиционируется как детская. И везде об этом написано. Берешь такую пудру и здесь будет написано детская косметика для девочек. Я заказала на зоне у разных продавцов. Некоторые загибают в цену в три раза, но пришлось некоторые товары реально очень дорого заказать, но ничего. Все, давайте начнем распаковать все пакеты. Посчитаем, сколько предметов TikTok Girl косметики я купила. Погнали! Вы наверняка заметили, что в последнее время я стала снимать меньше видео с уборкой, и все не просто так. В моем доме появился еще один умный помощник. Робот-пылесос Родни Ив Плюс со станции самоочистки. Да, еще один, так как у нас двухэтажный дом, и, соответственно, помощников нужно двое. Старый робот уже переехал на второй этаж, чему я очень рада, так как его там очень сильно не хватало. А новенький робот теперь занимается уборкой на первом этаже. И сегодня я вам хочу рассказать о нем поподробнее. Знакомьтесь, это робот-пылесос Родни Ив Плюс со станцией самоочистки. И я в прямом смысле в него влюблена, так как у него очень много функций, которые помогают мне разгрузиться и тратить меньше времени на уборку. Во-первых, он, конечно же, пылесосит. У него огромная сила всасывания, а именно 50 ватт. Лазерная система навигации и очень емкий аккумулятор, которого хватает до 250 минут уборки. Как я уже и сказала, данный пылесос идет с автоматической станции очистки. И каждый раз, когда резервуар для пыли на самом роботе-пылесосе заполнился, он без вашего участия его очищает, сбрасывает весь мусор в пылесборную станцию. Для этого он просто подъезжает к станции, и эта система просто всасывает всю пыль и мусор в себя. И все! Пылесос едет дальше по своим делам, работать и убирать мой дом. Объем данной станции составляет 3 литра, и этого хватит до 60 дней уборки. Также, что удивительно, пылеуловитель имеет систему стерилизации и дезодорации. Он может стерилизовать волосы, пылевых клещей и вредные микробы, которые могут вызывать аллергию. Он справляется со всеми актуальными для меня задачами. Уборка в темноте, пока мы спим, уборка под диваном, уборка в труднодоступных местах, например, в углах или под комодом. Также неотъемлемым плюсом при выборе данного пылесоса послужило наличие резервуара для воды. И я думаю, вы сами понимаете, что это значит. Да, он умеет делать не только сухую уборку, но еще и влажную. Наконец-то! Влажная уборка полов у нас происходит почти каждый день, а не как раньше, дай бог, раз в две недели. Так как я очень не люблю мыть полы, даже сейчас я об этом говорю, и у меня аж мурашки по коже. И что клево, после влажной уборки сразу ощущается это состояние чистоты в доме. Думаю, вы понимаете, о чем я. Конечно же, у этого робота-пылесоса есть свое приложение, где он строит карту вашего дома. Кстати, даже в этом Родми и в плюс отличился, так как у него есть возможность создать многоэтажную карту, то есть хранить несколько карт комнат в памяти и автоматически переключаться. Это значит, при желании я могу его использовать сразу на двух этажах нашего дома. Также есть очень прикольная фишка – виртуальная стена. Ее можно установить в приложении, и тогда робот-пылесос не будет заезжать на эту территорию. Так мы сделали зоны, где кушают наши собачки, чтобы в случае чего робот-пылесос не съел их корм. Кстати говоря, еще одной приятной фишечкой оказался голосовой помощник. Да, с этим роботом еще можно и поговорить, причем на русском языке. Начинаю зарядку, начинаю сбор пыли. С огромнейшим удовольствием оставляю ссылочку для вас на этого крутого помощника. Я думаю, он нужен в каждом доме, чтобы облегчить ежедневный быт и уборку. И если вдруг вы искали себе робот-пылесос, то знайте, он вас уже нашел. Ссылочку на него я оставлю для вас в описании. Переходите, смотрите и, конечно же, заказывайте. Та-дам! Я сейчас насчитала, сколько все-таки у меня позиций. 23 единицы. Мне кажется, это максимум. Так много за раз? Ну, не уверена, что я тестировала, но, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Короче говоря, я поняла то, что у меня есть два консилера. И мне сейчас нужно понять, одинакового они оттенка или нет. Они разного оттенка, так что не расходимся. Не такая я лохопендра у вас. Итак, что же у нас тут есть? Быстренький обзор. Карандаш для глаз, тени для век, консилер, который я купила в качестве бронзера, тушь для бровей, жидкие румяна, жидкие консилеры, роликовый хайлайтер, ультрамодный блеск для губ, который должен менять цвет, тушь для ресниц, тональный крем, извините, жидкая подводка для глаз, тени для век с блестками, пудра, помада для губ, праймер, детский праймер для лица, как бы здравствуйте, детский праймер. Два вида жидких хайлайтеров, посветлее, потемнее, ультраклассные какие-то блесточки, жидкие тени для век, еще жидкие тени для век, а, это жидкая подводка, прошу прощения, очень маленькая, конечно, ребята, спонж, очень какой-то необычный, ну, типа бьюти-блендера, карандаш для бровей, какого-то странного оттенка и гель блески для тела и волос. Ну, это, знаете, такие вот щечки вот такие делать. Все, давайте уже начинать, у меня прям все не терпится, я прям вся очень сильно хочу затестировать, реально детскую косметику, которая есть просто вот вся, вся линейка тем, чем я пользуюсь, все есть. Итак, дорогие друзья, начну я, наверное, с блеска для губ, потому что я не нанесла на губы никакой бальзам, ничего, я не люблю, когда губы прям сухие-сухие. Что у нас тут есть? С обратной стороны, везде есть предупреждение, что косметика, типа, для детей старше трех лет, но она реально для детей, и это на каждой упаковке, я просто на первой сконцентрируюсь и вам покажу. И также везде написано, где же производится вся эта косметика. И, внимание, феноменальный момент, все производится в Китае. Кстати, блогеры рекомендуют, вот интересно, какие. Сейчас узнаем, рекомендую ли я. Если что, я все купила на свою денюжку, и это не реклама, и что самое главное, я не бьюти-блогер. Я просто люблю краситься вместе с вами, ну, чтобы вы просто это имели в виду. Слушайте, я распаковала, и вижу, что очень красивый тюбик у этого блеска для губ, он прозрачный, хотя я думала, блеск розовый. А вот блески в нем действительно розовый. Я так понимаю, от тепла он должен порозоветь. И здесь написано TikTok Girl. Ну что ж, наносим. Упаковка мне уже нравится. Ну, запах немножко химозный, и как будто все пытались это как-то скрыть ароматом клубники. Я прям чувствую какой-то химозный аромат и клубнику. Он похож прям на масло, представляете? Он не такой липкий, а больше такой скользящий. По ощущениям в целом приятно. Мне даже, честно говоря, понравилось. По первым впечатлениям, я поставлю 8 из 10. Мне нравится, что он не липкий, а как масляный такой. Теперь идем дальше. Праймер для лица. Кстати, праймеры были двух вариантов. Один типа с подсвечивающим эффектом, насколько я поняла. Но его уже не было в наличии. И второй вариант был вот такой вот типа зеленый. И этот праймер вроде как должен покраснение выравнивать. Вот так вот выглядит баночка. Кстати, хочу заметить, на самой баночке с обратной стороны нету вообще ничего. Ни состава, ни даты производства, вообще ничего. Все только на упаковке. Я сняла крышку. Выдавливаем сначала на руку. Смотрим, как это все выглядит. О, так это прям... Это как кремушек больше. Просто есть праймеры, которые вот как кремушек. А есть те, которые уже как будто что-то там под собой несут. Какой-то цвет, какое-то выравнивание тона. Слушайте, ну пахнет приятно каким-то ментолом. Я его буду носить прям пальцами. Ого, мои губы такие розовые стали. А чего вы молчите? Почему вы это не говорите? Ну, в целом, пока что ощущение приятное. У меня еще пока что весь праймер не впитался в кожу. Но я думаю, что буквально через пару секунд это произойдет. Но в целом, неплохо. Нету, самое главное, липкости. Вот этого липкого слоя его нету. Он отсутствует. И ощущения больше какие-то освежающие, что ли. Ну, я думала, тесно, будет намного хуже. Ну, и в принципе, я изначально думала, что праймер будет, знаете, прям такой зеленый. Типа как Эрбориан есть биби-крем зеленый. По-первых, ощущение в целом норм. Теперь мне нужно распаковать вот это. Это спонж для макияжа. Меня удивил. И я решила его заказать. Но меня смущает, что упаковка вся, она очень грязная. У меня такой штуки еще никогда не было. Это типа бьюти-блендер на... На ручке. Я хочу взять сейчас стакан воды, опустить. И прям посмотреть сразу, с вами в волной режиме увеличится или нет. Так, запомнили, да? Мне кажется, вода плохо впитывается. Надо немножко поотжимать. Та-дам! Та-дам! В какой плоскости я его показывала? Ну, по-моему, не сильно увеличился. Но куда уже дольше удержать в воде, мне кажется, просто весь расклеится. В целом, походу, сейчас будет избиение моей кожи снова. Да, он прям очень плотный. Но, ладно, страдаю ради вас. Итак, следующее у нас будет детский тональный крем. Тут не написано оттенки 02, 03. Тут просто написано артикул. И по артикулу ты можешь понять, какой это оттенок. Можно я вот еще раз удивлюсь? Тональный крем для девочек. Детский тональный крем. Понимаете, да? Детская косметика. Ладно, не важно. Детская косметика. Что же нам тут обещают? Что он будет выравнивать тон? И это must have. Все. Больше никаких нету обещаний, понимаете? Просто must have. Та-дам! И вот так вот выглядит бутылечек. Он мне тоже что-то напоминает. Тональник от известной марочки. Напишите в комментариях, какой. Вот я просто не могу вспомнить. Честно, я не люблю тональники с пипеткой. Я их проливаю. Ох, он такой густой. Мне так кажется, по крайней мере. Наносим на руку. Тут как раз-таки у меня был праймер. Оттенок я уже вижу, что в принципе нормальный. Мне подойдет. Как будто даже плотный. Пахнет жесть. Но он плотный. Окей, пожелайте мне удачи. Погнали наносить его на мое лицо. По идее, детская косметика должна быть максимально безопасной. Ведь ей будут пользоваться дети. Так что я не должна волноваться. Проглотим слюну. Это невозможно. Не, ну в целом, кстати, пока что не так больно, как могло бы быть. И тональник капец. Он такой плотный. Все-таки эта штука, она максимально неудобная. Я пытаюсь набрать в нее тональник. Ну, плохо набирается. Сейчас набралось. Не набралось. Хотя я пыталась. Я прям пипетку сжимала. Просто вот так вот вымазываю. В общем, ребята, вот это, это полная жесть. Я очень хочу ее выкинуть, но пока что оставлю. Ему очень сложно распределяется тональник. Он делает это неравномерно. И да, это еще неприятно, потому что он очень плотный. Но не зашло. Вот прям заносим в черный список. Но я не выкину, я оставлю. Но в черный список занесем. Сейчас я попытаюсь распределить тональник еще вот как-то вот своим спонжиком. Мягеньким и хорошеньким. Тональник в целом неплохой. Не знаю, стоит ли говорить, что он какой-то там топовый. Но на первый взгляд он прям классный. Но он очень плотный. Он реально прям перекрывает. Ребята, посмотрите на меня. В принципе, можно даже и без консилера как бы жить. Но консилер есть. И сейчас мы будем тестировать. Тональнику поставлю 8 из 10. Главное, чтобы высыпаний никаких не было. Единственный его минус это запах. Но я к нему уже привыкла, пока им пользовалась. Я буду сейчас пользоваться консилером. Вот этот, который пришел расклеенный. Непонятно какой это тон. И здесь нигде не написано, короче говоря. Ну, вот такой вот. Тикток герл. Стиль похож на Кайли косметик. Да, вот у них же тоже такие были подтеки. Смотрим, что же за консилер. Он темный. Он такой персиковый. У меня такое чувство, что консилер менее плотный, чем сам тональник. Давайте, у меня второй уже есть. Откроем второй. Посмотрим, что посветлее. Думала его кому-нибудь отдать, но нет. Придется распаковывать. Который я открыла вторым. Темнее буквально на полтона. А тот тональник, который уже был открыт, он немножечко посветлее. Кстати, пахнет он капец. Клеем ПВА. Отвечаю. Прям ПВА-хой пахнет. Ну, мы погнали. Короче, консилер какая-то фигня. Вот честно. Я знаю, что некоторые любят такие консилеры. Он очень-очень такой жиденький. У него тоненький слой. Ну, он вообще ничего не перекрывает, как по мне. Именно как в качестве выравнивания тона он мне ничего не сделал. Ну, серьезно. Он бы не скорректировал мой прыщ. А это же для детей. Для подростков. Им что нужно? Им явно нужно скорректировать свои прыщи. Засосок скрыть. Но он не скроет. Ну, реально, типа, я не понимаю. Я думала, он будет супер плотный. А все получилось наоборот. Тоналка была плотная, а консилер, наоборот, супер жидкий. Ну, вроде неплохо. Он растушевался. Вроде бы хорошо даже лег. Нигде ничего не скаталось. А это ведь тоже все-таки классно. Просто мне и не зашло. 7-10 я ему поставлю, потому что в целом неплохой, но не мое. Следующее это консилер. Я его взяла в самом темном оттенке. Как видите, это консилер в стике. И в целом он мне подойдет, как скульптор. Я думаю, не только мне подойдет, а многим девочкам. Потому что он достаточно реально темный. Легкая текстура, между прочим. Угу. Интересно. У предыдущего тоже было написано легкая текстура консилера жидкого. Но, видимо, как-то я это не прочла. У меня было много всяких штук вот таких вот в стике. Обычно они вообще не легкие. Вот что, он не крутится? Крутится. Как видите, смотрите, как там все сияет. Похоже на адвент календарь летуаль. Время адвент календарей скоро придет. Существует были подобные стики, они тоже так же плохо крутились. Он тоже очень ужасно все выкручивается, все скрежет. Вот, это все, понимаете? Это все. Немного. В стике он кажется темнее, чем на коже. Посмотрите просто. Вот он реально как будто темноватый. А на коже он просто легкий персик. Контуринг называется по-детски. Он оказался все-таки светлым. Не зашло. Три из десяти. Окей, идем дальше. У меня есть жидкий румяна, жидкий хайлайтер. По идее, я обычно наношу жидкий румяна после бронзера, поэтому будем брать их. Оттенок. Я не знаю, нужен он вам или нет, но там опять-таки артикул. Не 0,2, не 0,3. Просто артикул. Опять-таки. Масс-хэв. Красота в деталях. Понимаете, да? Изначально, когда вот это увидела на сайте, я подумала, что это вообще губная помада. Ну, то есть тюбик очень похож. Та-дам! Так это все выглядит. Смотрим, что по оттенку. Я старалась брать что-то нюдовое, да, по-моему? Нет? Я взяла какой-то... Пипец. Вообще дерьмище какое-то взяла, честно. Оттенок холодный и розовый. Вообще похоже на помаду. Было... Их вообще не видно. Было сложно, честно говоря, выбирать все в онлайн. Потому что там картинки, знаете, вот так вот. Ну, вот эти же, да, румяна. Вот у нас есть жидкий румяна, а оттенок там 0,3. Вот как ты поймешь, что это за оттенок? Трэш, в общем. Есть цвет. Где цвет? В общем, ничего нету! Нету ничего! Вообще там даже немного не розовое. Может, они ошиблись и положили что-то другое? Погнали наносить на мои щечки. Знаете, взять такой тональник, просто мощнейший положить детскую косметику. Ну, в смысле, не положить, а сделать, да? И такие румяна, хотя румянец, мне кажется, ребенку вообще сам этого придает. Это то, что нужно. Кстати, у меня есть еще и сухие румяна, но я их не успела. Купить они везде закончились. Я их хотела потом заказать в детском мире. И в детском мире они закончились. Мне срослось. Ну, на мне явно нет румян. Вот, вы видите, что на мне есть румяна? Ты видишь румяна на мне? Просто все блестит. Вообще ничего нету! Я сюда три слоя положила и пыталась бить вот этой ужасной штукой. Румяна, это полное разочарование. Вот это я прям в помойку их выкинула, потому что он прям полный трэш. Я не знаю, что с ними можно делать. Может быть, использовать как подложку для теней. Я все пытаюсь все, что мне не подходит, использовать как подложку для теней. Но это какой-то полный бред. Ну, чтобы не нюхала, они каким-то пердежами пахнут. Пока что это та вещь, которая отправляется в черный список. Как и вот этот. Черный список объявляю открытым трэш. Следующий у нас жидкий хайлайтеры. Я взяла в двух оттенках, потому что не могла определиться. Думаю, хочу и то, и то. Но вообще для жизни, если бы выбирала, то я бы взяла вот этот. Потому что он светленький, так красиво должен переливаться. Подстраивается под тон кожи. Идеальный цвет лица. Жидкий хайлайтер. Легкая текстура. Как будто это не хайлайтер, а тональный крем или биби-крем. Потому что хайлайтеру я бы не могла, что подойдут тезисы с идеальным цветом лицом. И что подстраивается под тон кожи. Понимаете, о чем я? Окей, давайте смотреть, что это такое. Ну, кстати, плотный. Прям пипец плотный. Наношу его туда, куда бы я его нанесла в обычной жизни. Я бы нанесла вот сюда. И нанесла бы вот сюда. И вбиваем. У него нету никаких прям супер-блесток. Знаете, там сияние идет, скорее всего, от перламутровой пудры, которая была насыпана туда. Ну, это мои предположения. В общем, сияние перламутровое, кому интересно. Не, ну, в целом неплохо. Мне нравится. 20 мл здесь, ну, это дофига. У меня вот такой вот маленький от них слежит уже год. Вот этого реально хватит года на три. В открытом состоянии можно хранить 12 месяцев, а вообще срок годности 3 года. И конкретно вот этот хайлайтер был сделан уже год назад, в октябре 2021. Вот этот будет почемнее. Я его попробую нанести на веки. Ну, и на нос. Посмотрим по настроению. Он прям темненько такой. Прикинь, сейчас будет темный. Я как сделаю себе скульптурирование. Он золотой. Приятный. Такой плотный, ребята, жесть. Посмотрите, он прям бронза. Ну, неплохая. Мне текстура нравится. Она какая-то плотная, но в то же время не тяжелая. Буду наносить на нестандартные места. Ну, я вот сюда наношу. Я не знаю, так делает кто-то. Нет. Ну, я могу. Я почему бы не сделать? Просто нанесу. Ой, слушайте, ну, мне прям так ощущение нравится. Тестировать для вас эту косметику. Я просто все думаю, когда-когда. Наконец-таки день настал. Надеюсь, вы ждали это видео, потому что мне кто-то предложил на комментариях, если протестируют косметику ТикТок. А я написала, что я ее уже купила. Но не знала, когда я ее наконец-таки буду тестировать. Ну, что по поводу хайлайтера. В целом норм. Хороший. Вот реально, за свои деньги. Ну, я не знаю, сколько он стоил. Вы тут видели уже цену. Но я думаю, он не дороже был 400 рублей. В принципе, нормально. Хватит надолго. Главное, чтобы никаких аллергических реакций не было. Но пока что уже столько средств на моем лице. И в целом вроде бы все окей. Нет никаких разрешений. Они у меня сразу появляются. Поэтому вроде бы нормально. 7 из 10. Семерочка. Идем дальше, мои сладкие пупсики. Наконец-таки у нас пудра в кадре. Наконец-то. Она компактная. Жаль, конечно, что не было рассыпчатой. Но, тем не менее, детская пудра это уже не фиговенько тогда. Распаковка. Та-дам. Боже, она какая-то вся поюзанная. Хотя она была в упаковке. Смотрите, она прям вся какая-то закошмаренная. Ну, это пыль, нет? Это не пыль. Это она закошмаренная. Она явно где-то валялась. Выглядит очень все дешево. Все материалы максимально дешевые. Вот упаковку беру, и она максимально дешевая. Знаете, как будто реально детская. Ну, то есть прям как будто для того, чтобы играть. Ну, а мы открываем. Надеюсь, оттенок норм. Но пока что выглядит темновато. Но, возможно, оно не соответствует реальности. Как вот консилер, который я думала, что будет темным. Он был светлый. Внутри есть такой спонжик, пудра и даже зеркало. Все как у взросленьких. В целом, если бы мне такое подарили, я бы, наверное, счастлива была. Лет там в 12. Да, особенно в 12. Боже, если бы раньше лет 8, то вообще бы взрослая себя почувствовала. Кстати, пахнет нормально. Практически ничем запах есть. Знаете, вот эта вот самая дешевая пудра такая в синем цвете она. Наносим. И сначала на руку. У меня тут как раз уже тоже все блестит. Ну, нехило, нехило. Давайте, наверное, сначала возьму кисточку. О, о май гад. Чтобы вы понимали, я вот такой компактной пудрой не пользовалась, наверное. Ну, в своей обыденной жизни, наверное, где-то год. Может, только вот где-нибудь на тестирование товаров. Снова берем спонж. У нас птички запели. Ура! Вот такая вот красота у нас на заднем дворе. Снег лежит уже второй день. Возможно, вы уже можете посмотреть влог о том, как выпал первый снег. Но если нет, то, надеюсь, скоро выйдет. Но если вышел, то поставьте лайк. А если еще не вышел, то когда выйдет лайк, поставьте на этот влог. И напишите в комментариях, вы в шоке? Я лично была в шоке. Сейчас уже привыкла. Как будто, знаете, в параллельной реальности. Ну, а теперь возвращаемся к пудре. Я уже запудрила свою нижнюю часть лица. Вот лоб пока что блестит. Смотрите. В целом, вроде бы норм. Не самая лучшая пудра, что у меня была. Но и не самая плохая. Она, знаете, такая четверочка. Она сильно пахнет. Для меня сильная душка. И мне такое не нравится. Мне уже хочется умыться. Та-да-да-дам! Ну что, мое лицо заматировано. Можете сейчас посмотреть. Вроде стало лучше, да? Я же хайлайтера-то вот есть? Блики вот так вот. У меня был жуткий хайлайтер. Он же наносится обычно. Под пудру. Я обычно так делаю. Я под пудру наношу. Жидкий. Ну, у меня как бы такая система. Сначала же все жидкое, потом сухое как бы. Пудра норм. Как самая-самая дешевая компактная пудра. При этом не самая плохая, если она самая дешевая. Я ей поставила 4 из 10. Ну, наверное, да. А вот дальше у нас уже будет средство для бровей. У нас есть для бровей два средства. Это карандаш для бровей и тушь для бровей. Скажу честно, у меня большие расчеты на тушь для бровей. Потому что я не люблю карандаш. Я просто тушь и все. Но карандаш я взяла тоже, чтобы затестировать. Меня смущает его оттенок. Мне вот даже интересно, что нам обещали на сайте, что это за оттенок. Возможно, все было разобрано. Короче, обещают коричневый цвет. Ладно, давайте уже открывать. 198 рублей. Это очень дешево для карандаша. Выглядит очень красиво. Это самый пока что эстетичный продукт из тех, что сегодня был. Вот как-то все сочетание серого, такого розового золота выглядит прям вау. Мне очень нравится. Так вот, щеточка с одной стороны, с другой стороны. Сам карандашик. Он тоненький, как мой любимый Мэй, блин. Только тот стоит 600 рублей. Слушайте, ну он очень жесткий. Прям очень. Не знаю, может быть, брови будет удобно рисовать. Но цвет графитовый, наверное. Но зато смотрите, как тонко и четко. Типа можно волоски прорисовать. Я так не делаю. Но в целом, кто обладает этой техникой прорисования волосков, я думаю, зайдет. Но он жестковат. Погнали, наверное, че? Рисовать будем брови. Карандаш в целом неплохой. С исключением его оттенка и моей рукожопости. Придется мне быть с разными бровями, как обычно. Потому что мне нужно будет сейчас проверить тушь для бровей. Честно, не старалась. Как-то я над ней хорошо. Можно, конечно, мне вот так вот сделать форму. Я просто расстроилась из-за цвета. Я вижу, какой он холодный. Он какой-то аж темно-фиолетовый уходит. Этот карандаш. И мне прям как-то грустно. Ужас. В общем и целом, делаем выводы. Цвет отстойный для меня. За это я снимаю 4 балла. И поставлю 6 баллов этому карандашу. Теперь давайте тестировать уже наконец-таки тушь для бровей. Надеюсь, она будет идеального цвета. И хорошо фиксировать волоски. Написано, что идеальное прокрашивание и супер фиксация. А как же? Масс хэв. Упаковка похожа на подводку для глаз. Недавно, кстати, у меня была в руках-то подводка. Я не могу вспомнить фирму. Это у них такой же ребристый колпачок. Напишите в комментариях, какой подводки для глаз такой же ребристый колпачок. Она черная, что ли? Ну, для бровей же написано, да? Ну, что, издеваются? Они темно-коричневые. А, она черная. Она черная. Коричневая. Везде написано, что она коричневая. Смотрите, у них даже другой колпачок. Кому-то приходит с коричневым колпачком, а кому-то с черным. Везде написано, что она коричневая. Никто не предлагает купить черную тушь для бровей или темно-коричневую. Везде только один оттенок. Коричневый. Все, погнали, ребята, с богом. Окей, let's go. Мне нравится эта бровь. Но она черная. Или она очень темно-коричневая. Как тебе бровь? Не знаете, еще не хватает вот так вот здесь докрасить. Но вот эта, как по мне, бровь выглядит лучше, чем вот эта. Я вторую сейчас пробую сделать. Ну, это прям жесть. То есть, я вот там слегка чуть-чуть принажала. И то я вот все делала вот так, знаете, легко. Случайно попала на кожу. И тушь как бы находится под бровью. Я ничем сейчас не уберу. И начну, если мазать, то будет просто, ну, ужасная какая-то гусеница вместо бровей. Нужно быть очень деликатным в покраске бровей этой тушью. Очень осторожно. Хотите прикол? Я планировала с этим макияжем снимать для вас еще одно видео. Возможно, я, конечно, осмелюсь. Я постараюсь, что вот это получится. Но сейчас мои брови выглядят так. Но если будет еще одно видео в этом макияже, ну, вдруг, пожалуйста, напишите в комментариях, что это не мой повседневный макияж, чем тем, кто зайдет на другое видео и скажет, господи, что у тебя с бровями. Кстати, фиксируют вот эта штука просто на мертво брови. Хотела здесь подправить, но они прям уже все стоят. Вот сейчас прям то, что нужно, ребят. Просто идеально. Тушь хорошая. Мне понравилось, как она наносится. Да, она очень жидкая, да, и очень много. Но если бы она была светло-коричневого оттенка, то было бы, наверное, хотя бы коричневого, а не черного. Я и на Хельгу теперь похожа, скажи. Я Хельга. Одно лицо. Теперь самое жесткое для меня. У меня здесь есть очень много всего для глаз. Давайте смотреть, что. Тени, две палетки, жидкие тени с блестками, подводка для глаз. Еще одна подводка для глаз, ну, уже ультра-черная, конечно же. И карандаш для глаз. Шесть средств. Начнем мы все с жидких теней. Что есть они, значит, с них надо начинать. Тут все, видите, как чупа-чупс выглядит. Вот так вот выглядит тикток. Ну, реально, прям закос на чупа-чупс. Слушайте, там такие блестки большие. И тени прям супер жидкие. Интересно, они будут быстро застывать или как? Ладно, давайте начинать. Это что-то типа у нас будет базы для макияжа глаз. Мне так страшно, вдруг блесточка попадет в глаза. Это же капец. Та-дам! Мои глаза готовы. Хотела бы я склеить полностью, но нет, пока что нанесла только вот это. Я нанесла на все верхнее веко, на подвижнее, на неподвижнее. Ну, короче, везде, вы сами видите. И очень четкое ощущение склеенности идет. Возможно, их надо было носить уже сверху. То есть поверх всего остального. Очень сильно стянулась кожа. Знаете, как будто реально клеем прошлась. Ну, окей. Что уж делать. Теперь мы переходим к вот этой палетке теней. Я хотела купить какую-то супер яркую палетку. Даже если они были прям яркие какие-то цвета, то, скорее всего, они были разобраны. Тут такие розово-фиолетовые оттенки, посмотрите. Сейчас будем делать сводчики. Пять шиммерных, остальные матовые. Слушайте, ну матовый прям пигментированный. Шиммерный тоже неплохой. Нифига, он темный, посмотрите. В общем, вот так вот выглядят сводчики этой палеточки. В целом, очень все пигментированное. Мне нравится, как это все выглядит. Прям реально класс. Возьму вот это вот и нанесу вот так вот везде. Я лучше возьму консилер, потому что тут все прямо очень сухо после этих теней. Ничего никуда не ляжет, 100%. Ох, нифига они сыпятся. О, боже. Просто посмотрите, я их вот так вот набрала. И хорошо, что я это все решила еще встряхнуть. Слушайте, ну цвет яркий. Это уже радует. Что хочу сказать. По первым впечатлениям прям очень насыщенный оттенок. Ну что, друзья, в принципе, я все сделала. Ну, не до конца, конечно, но с этой палеточкой все. Вот так сейчас выльет мой макияж глаз. Я использовала этот, этот, этот и этот оттенок. Также немножко вот этого и совсем чуть-чуть вот этого. И немножечко беленький. У меня еще прям для век, для век. Господи, зачем я столько всего набрала? Черная жидкая подводка. Жидкая подводка с блесками. И тени прям блески. Мне кажется, вот эти тени, они супер жидкие. Их нужно использовать потом. Переходим на подводки. На черную, та, что с блесками. Видите, у нее здесь даже глаз как бы сначала черной подводкой подведен. А потом подводка с блесками. Поэтому мы сначала открываем черную. Выглядит подводка классно. Опять-таки, по-моему, тоже у кого-то немножечко что-то слезали. Но я, честно, подводкой не пользуюсь, поэтому даже не знаю. У-у-у, вроде свеженькая. Ох, какая она жидкая. Смотрите, как классно рисуют, реально. Я по сей день не научилась рисовать стрелки, поэтому сейчас будем импровизировать. Фух, с богом. Ну, это же не просто косметика и тикток. Я решила себе макияж сделать в стиле тикток. В общем, куда-то меня повело. Я не знаю, зачем начала рисовать на нижней беке, но вот что-то пошло не так. Видимо, решила, ну да, стрелки кривые, сделаем еще хуже. Подводка просто бомбовская. Она жидкая, она очень хорошо рисует. Прям, знаете, дает волю фантазии. Мне зашла. Если бы я остановила свой макияж глаз вот на том, что было, это было бы классно. Ну вот реально, просто тень был бы такой легкий розовый макияж. Романтический такой немножко, романтичный. Но сейчас это прям какой-то прям арт-рок кафе получается. Подводка топ. Вот прям топ за свои деньги. Я прям вот ее, знаете, 10 баллов ей ставлю. Это пока что лучшее, что было. Теперь давайте мы возьмем жидкую подводку с блесточками. Божечки, посмотрите, это похоже на Джеффри Старо. Такая вот тут маленькая кисточка, милая очень. И она такая, знаете, мне напоминает единственную подводку. Подводку из H&M от Эдвен календаря. Потому что кисточка настолько тонкая, что... Вот реально, вот в Эдвен календаре я где-то нашла. Очень маленькая, очень маленькая. Будем сверху делать по стрелке вот здесь. Я думаю, что этот макияж глаза буду смывать примерно где-то вечность. В общем, эта штучка максимально нежная. Она, знаете, не для тиктоковского макияжа, а-ля вырви глаз. Надеюсь, что не в прямом смысле будет сказано. В общем, я разошлась и добавила эти блестки везде. Они у меня здесь идут вдоль ресничек. Они у меня по контуру вокруг черной стрелочки. Они уже и на самой черной стрелочке. В общем, они везде. Блестит, блестит. Я чувствую, как сохнет эта подводка, потому что она тоже, знаете, такая, типа, склеивает. Но в целом неплохо. Мой макияж выглядит очень грязно, очень неаккуратно, очень некрасиво. Но это все из-за того, что я нанесла вот эти блестки. Теперь, что у меня остается именно по теням, это вот эти вот тени для век с блестками. Мне кажется, они, знаете, будут на каком-то вазелине. Сейчас посмотрим. Вот такая вот палеточка теней. Ой, это было не по моей вине, я не ожидала. Слишком хлипкая конструкция. Все пока что выглядит очень красиво. Запускаю свои пальчики. Да, как я и говорила, ребята, все на вазелине. Вот такие вот жирные блестки. Видите, они половина остаются на пальце. Были бронзовые, это золотые, белые. Вот такие, кстати, реально страшно попадут в глаза, и все. И жесть. Синий. У меня ассоциация с каким-то Новым годом. Мне надо идти на утренник, потому что в моем детстве даже было что-то похожее. Реально. В детской косметике. Были это как-то вот так. Реально, как будто взяли самые обычные блестки для слайма. Простите, я все сравниваю с ними. И добавили вазелин. Все. Не знаю, стоит ли их добавлять на глаза, но я попробую. Возьму вот эти вот розовые. И вот нанесем вот сюда. Ой, как это жирно. Пошечки. Ой-ой-ой. Мне кажется, я этими блестками сейчас смываю просто макияж с глаз. Ой, как все блестит. Зацените. Стало все очень плохо. Но вы сами видели, написано тени для век. Я, наверное, попробую носить вот эти вот еще блестки поверх макияжа на левом глазу. Посмотрю, что получится. Эксперименты. Называется выпуск Маша ТикТокерша Экспериментаторша. Слушайте, ну вот это вот прикольная идея. Прям хорошо смотрится. Вот это туфта полная вообще. Прям в черный список заношу. Дальше у нас будет карандаш для глаз. Что-то типа Каяла. Распаковываем. Смотрите, карандаш вот такой вот матовый сам по себе. Вот такая крышечка у него. И внимание, вижу такое впервые реально. Я видела точилки на карандашах. Я сейчас не об этом. Но у этой точилки есть еще крышка. Понимаете? Что-то типа мини-мусорки. Это очень клево. Слушайте. Ну такой жирный, но на 90%. И я этим карандашом подвожу вот так вот цилизистую наверху. Сейчас посмотрим, как карандаш поведет себя в деле. Ну, в смысле в носке. В смысле, как он будет отпечатываться, нет? Но по нанесению супер приятно. Он немножко даже жестковатый, представляете? Мне карандаш понравился. Сколько он стоил, я не помню. Он тоже не дороже. Там 250 рублей. В целом, мне плохой обычный черный карандаш. И мне понравилась точилка. 8 из 10. Следующее, что мы затестировали, это тушь для ресниц. И она очень похожа на Maybelline. Или на L'Oreal, по-моему, называется тушь Bambi. Тушь выглядит как L'Oreal. Really. Блин, только написано TikTok girl. Щеточка неплохая. Что там вообще обещают? Удлиняет и подкручивает. Поражай одним замахом ресниц. Ну что, попробуем. Та-дам! Зацените, пожалуйста, мой макияж ресниц. Мне понравилась тушь. Реально прикольная. Она не делает их каким-то суперсклеенными. Она не придает им сильного объема. Но она их реально удлиняет и реально разделяет. Вот мне это зашло. Меня смущает то, что она немножко трясется. Вот у всей продукции упаковка самая дешевая. Даже когда я раскручиваю, услышат, что там что-то как-то вот... Ну вы слышите. Прям все шуршит. Но тушь класс. Я ей поставлю 9 из 10. Ее я прям рекомендую. Открываем помадку, дорогие друзья. Та-дам! Хочу заметить, как сильно она похожа с румянами, которые, напоминаю, у нас в черном списке этого бренда. Та-дам! И это матовая помада. В ее удивление, в каком-то приятном прям супероттенке. О, да! Надеюсь, она будет классной. Я буду ей пользоваться реально. Состав. Касторовое масло 21%, чтобы вы понимали. Первая стоит. Значит, она, конечно же, не матовая. Такой жесткий вот этот спонж-аппликатор. Он прям... Пластиковый, да? Он делает больно моим губам, да. Пахнет она, кстати, как бы типа ванилию, но при этом опять каким-то пластиком, как помада с Алика. Мне нравится цвет. Все остальное мне не очень нравится. Я реально чувствую вкус кастрового масла. Не, ну в целом неплохо, скажите. Помада такая, знаете, 50-50. Не туда, не сюда. Не занесу ее в черный список, просто поставлю ей 5 баллов. Неплохая, но я вам ее не рекомендую. Теперь давайте смотреть вот это. У TikTok Girl есть еще хайлайтер, который так вот брызгается. Но я его не могла нигде найти. А за тысячу с чем-то рублей на зоне я его не хотела покупать. Короче, суть такая, что он как бы как парфюм. Ты вот так вот нажимаешь, и блестки на тебя летят. Поэтому будем брать вот этот хайлайтер. Роликовый хайлайтер. Взяла я его, видимо, в серебряном оттенке. Но он такой жидкий, что он у меня... А-а-а! Все понятно. Там все блестки из-за того, что он лежал. Они внизу испрессовались. Блистай и удивляй, понимаете? Ребят, смотрите, просто сколько там блесток. Сейчас будем все это, конечно, вот так вот шмурых-шмурых делать. Трясти, но блесток много. Все, погнали. Сейчас все выглядит как-то более-менее однородно. О-о-о, прикольно. Знаете, как типа блеск для губ с таким шариком. Ну, посмотрим, как это все выглядит. Ну, просто блестки серебряные на руке. Шарик вообще не крутится. Он вообще не хочет работать. Вообще, смотрите. Он не крутится. То есть, это и остатки блесток вымазал. Он не крутится. Вот, вот, раскрутился. Честно, очень плохо. Прям говнище какое-то. Заносим в черный список. Но я его даже не смогу сейчас на лицо нанести. Будь здоров, 100%. Никак, потому что там шарик просто уже не крутится даже с огромным замахом силы. И последний продукт на сегодня. Вроде бы, да? Это вот такие вот огромные блесочки. У меня было что-то подобное. Я прям помню, покупала в магнит косметик, что там Барби было, что ли, написано. Что-то похожее. И они наносятся везде. И на тело, и на лицо. Куда захочешь. Я хочу вот так вот щеки себе сделать. Вот такие вот тут прям супер крупные блески. Конечно же, на веки их не надо наносить. Не дай бог, глаз попадет. Все. Хана. Но куда-нибудь на щеки еще можно. На волосы, ребят, наносить не буду. Потому что я сегодня помылу голову. Вот так вот. Типа как Катя Адушкина. У меня почему-то вот такие вот блески, которые на щеках, только с ней ассоциация. Ложатся очень хорошо. Реально. Та-дам! Ну кто не совершает ошибок? Много блесток я взяла. Сюда, наверное, вау. Вот так вот это все размазываем. И получается полный тикток. Но вот теперь я реально вылежу, как настоящая тиктокерша! Тиктокер! И оцениваем мой макияж сейчас по 10-бальной шкале. Я для вас фазирую. Жуть, конечно. Переборщила с блестками. Ну зацените мои стрелки. Мне даже кажется, они хорошо смотрятся. Я уже к бровям привыкла. Я реально похожа на Хельку Патаки сегодня. Ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Итак, я выявила топчик из этого видео. То, что я вам прям рекомендую. Кстати, я вам ничего не сказала про эти тени. Они мне очень понравились. Они достаточно насыщенные по цветам. Очень хорошо наносятся. В общем, бомба! Мне они прям очень даже зашли. И вот эти топ-5 продуктов я, в принципе, могу вам рекомендовать из линейки ТикТок Герл. Тушь, тени. Очень мне понравился этот блеск для губ. Подводочка. И, возможно, вы удивитесь, но в целом тональник зашел. Здесь вы видите черный список. Ни за что вот это вот не покупайте. Это прям полный разводяк на денежку. И, в общем, выброс этих денежек в помоечку. Ну а все остальные продуктики, знаете, типа 50-50, они в целом норм. Но я бы их, ну, не рекомендовала бы, наверное, да? Да, и переборщила с блесками. Ну, теперь я реально готова снимать ТикТоки. Это же самая главная цель, мне кажется. В принципе, все косметики ТикТок Герл накрасилась и пошла. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам видео понравилось. Корее пишите в комментариях, какую косметику мне еще затестировать. И вообще, стоит ли мне сделать видео с косметикой? Но мне нравится, поэтому я делаю. Я знаю, что какой-то части моей аудитории это тоже очень нравится. За что им огромное спасибо, что вы меня поддержите. Всех люблю, целую, увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!